Вот и прошли 10 замечательных дней, которые мы провели с нашей дружной семьей в Минске. Выдвигаемся дальше. Всем спасибо. Хорошей нам дороги. Идем. Давайте и дядьки пока. До границы с Польшей осталось меньше 100 километров. Сегодня-завтра должны быть в Варшаве. Дней через 5-6 должны приехать в Будапешт. Там у нас уже забронировано жилье. Перерывы между, наверное, будем где-то кататься по Польше. Что будет дальше, пока не знаем. В общем, будем разбираться на месте и планировать. Особо ничего сильно не хочется. Куда поедем, туда поедем. Бажена, привет. Куда ты едешь, расскажи. Ты на море едешь? Китай. Хорошо. На таможенном посту в Бресте огромная очередь. Поэтому, погоди с таможенником, он нам рассказал, что лучше ехать через Доматчево. Из шести полос все люди выходят, вот, скорее, на слое очередь. Просто ад. Мужик, он измечается. Вот, что таможенник работает. Три часа, три часа белорусы нас мурыжили. Это был просто кромешный ад. На шесть полос работает одно окошко. Они устраивают непонятно какие-то там перерывы, что-то еще. Народ уже просто орет, истерит. Это просто ад. Не знаю, сейчас посмотрим, как себя будут вести поляки. Мы вот сейчас находимся на территории между Белоруссией и Польшей. Едем по вот какому-то мосту. Если вы думаете, что это было все, вы глубоко ошибаетесь. Прошло почти четыре часа. Мы выехали уже, мы получили все печати, и мы стоим здесь. А вот только сейчас, уже по прошествии практически четвертого часа, нас потихонечку начинает запускать в Польшу. Сейчас протестируем, насколько поляки быстро. Поляки нас промурыжили два часа. В общем, я подозреваю, что причина пробок в белорусской стороне не в белорусах, а в поляках. Потому что реально очень долго, все очень долго. Через границу нельзя проводить молоко, сыр, колбасу. Проверяется количество сигарет, пива. В общем, там всех шмонают. Проверяют очень долго на глазах, в машине. Отобрали детское питание, всякие огуши. Девочка-инвалид. Ну, как бы никого это не остановило. Ну, правило есть правило. Как-то так. Мы выехали в Польшу, смотрим, что здесь. Пока еще ничего не понятно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая двухкомнатная квартира в самом центре Польши, прибыли в 2 часа ночи, всего же никаких нет, спокойной ночи. 9 августа утра, проснулся, оказался в Варшаве. Несмотря на то, что вчера был такой достаточный муторный переезд, особо сильно долго не спалось, сейчас иду в ближайший супермаркет, купить что-нибудь, приготовить нам на завтрак, пока семья еще нежится в кроватях и пытается проснуться. Первая попытка не удалась слишком маленьким магазинам, есть только еда. Вчера ночью, когда подъезжали к квартире, здесь какой-то находился молодежный клуб, было очень много молодежи, в кустах издавались тоны охи-ахи, и после ночных попоек гулянок остались вот такие артефакты. Только что ко мне подошел товарищ помятого вида, такой побитый, с пропитым лицом, на поиском стал просить мелочи, я сказал, что по поиску не говори только по-английски, он стал просить у меня по-английски. Но узнав, что у меня нет налички, дал мне 5 и пошел дальше. В общем, мне начинает нравиться этот город. Можно сказать, что в Варшаве я уже один раз был в 97 году, в 13 лет проездом. И что я тогда запомнил, когда мы проезжали через этот город, то что очень-очень много зданий в граффити. Ну, собственно говоря, за 20 лет ничего не изменилось. Здесь практически на каждом здании, ну, по крайней мере, в центре, где мы живем, все изрисовано и исписано. Вот мы и выдвинулись, наконец, гулять. Пойдем смотреть, что здесь есть интересного. Как всегда, предварительно в гугл-картах раскидал точки по местности. Возле дома оказался магазин углов гигантских размеров. Я только вижу впервые. Зацените кроссовок. Кеда 51 размера. 51 размера. И тут все такое. Женские шлепки 42-го. Туфли 44-го. 43-го. Я такого вообще в жизни никогда не видел. Тут есть 20-минутные билеты, билеты на 75-90 минут и короткосрочно, всякие разные. На 24 часа, на 3 дня, уикендовые, уикендовые, групповые. Но мы не в эти дни, которые надо. В итоге мы берем 20-минутные билеты. Назад 20-минутный билет. Стандартный на 4-х человек. Подтверждаю. И все это дело входит в 13,6 злота. Пожалуйста, возьмите билет. Так. Держим. Ну, наверное... Билет не выкидывай. Отойди. Билет достань. Да. Отойди. Отойди. Билет достань. Места для велосипедов. Места для велосипедов. Отойди. 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 Оно. Отойди. Это мороженое. Не любишь? Разболты на стырочек можно определить какие песни Пользуются наибольшей популярностью Для друзей из Израиля Что там? Это номер вокруг Цени полный номер Подписывайтесь на мой канал 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 Ребенда Субтитры делал DimaTorzok Спиннер крутится, лайки мутятся Лихорадка спиннеромани захлестнула и Польшу тоже В супермаркете становишься сначала в общую очередь Потом тебя приглашают конкретно к этой кассе Продолжение следует...